Имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сёстры, с праздником, Рождества и Святой Владычицы нашей Богородицы и Песнодевы Марии, всех сердечно приветствую, поздравляю. Небольшое количество собралось в храм, и, собственно, нам незачем удивляться, потому что Господь ищет поклонников себе в Духе и Истине, и поэтому Церковь – это всегда собрание любящих Богосердец, а не корпоративным духом движимое и стимулируемое материальными какими-то бонусами сообщества людей, которые сбиваются в коллективное стадо. Как рождается вот это любящее сердце? Мы всегда слышим в дни Богородичных праздников одни и те же слова. На вечернем богослужении праздничном мы слышим четвертое зачало от руки, встреча Святой Богородицы и Праведной Елисаветы, а на Божественной Литургии мы слышим 54-е зачало от руки, такое составное Евангелие, да, это Марфа и Мария, и затем исповеднический голос женщины из народа, которая воскликнула положено чрево носившие тебя и сосцы, которые вскормили себя. И вот в этих Евангелиях и всякий раз, когда мы почитаем правильную память Пресвятой Богородицы, те или иные события, связанные с ее жизнью, возникают два тематических плана, два направления, где мы можем размышлять и богословствовать. Это зачатие жизни, рождение жизни, и это всегда идет параллельно со Словом Божиим, да, потому что тот, кого зачала в своем девственном чреве Дева Мария, мы называем его Словом Божиим, воплотившимся, полным благодати и истины по слову апостола Евангелистиана Богослова. И вот Христос говорит, вот на этот, ответствует, вот на это восклицание радостной женщины, которая прославляет Божью Матерь, он говорит, блаженно слышащее Слово Божие и исполняющее Его. И в этой связи мне вспоминаются слова апостола Павла, который говорил, обращаясь к своей пастве, до тех пор я в рождения, пока не изобразится в вас Христос. Вот этот вот образ беременности, образ мучительности родов, образ зачатия, да, вот этого сгущения, мы говорим, если физиологически вот этого человеческого естества, составления, да, человека, это большое чудо. Такое же чудо, это и воплощение Божественного Слова в сердце человека. Вот каждый из нас имеет уникальную возможность понести, образно говоря, понести, да, не так, подобно женщине во чреве в своем сердце, мы можем понести Бога-человека, Божественное Слово. Условие для этого, когда наше сердце открыто, и Господь об этом говорит, вот стою у двери и стучу, и тот, кто откроет, тому войду с Отцом моим небесным, и вечерю сотворю. И вот это, вот для сегодняшнего дня и вообще в целом, вот для воспоминания об образе служения Пресвятой Богородицы, да, не нужно думать, что это произошло когда-то, что только лишь это имеет такое историческое значение, изменение, изменившее в ход истории, но каждый из нас может забеременеть вот этим словом, евангельским словом, посеянным в наше сердце, и Слово Божие может родиться в нас, и мы будем счастливы, потому что мы услышали Слово Божие и исполнили Его, и последовали за Ним. Если любите мои меня, говорит Господь Иисус Христос, то и заповеди мои соблюдете. И в этой связи нам очень важно, особенно в эти дни, вот вообще, называя себя православными христианами, помнить о том, что нам ни в коем случае, ни в коем случае нельзя оказаться среди тех людей, о которых еще в Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Исаии, вот приближаются люди, устами чтущие меня, сердца же их далеко отстоят от меня. Сердце – это то, образно говоря, чрево, в котором начинается новая жизнь по Христу. Можно золотить купола, можно воздвигать храм, можно всячески внешне являть себя пред людьми, называть себя христианами, православными, требовать уважения к себе. Но если Слово Божие не зачинается в нашем сердце, если наши дела и наши поступки не созвучны евангельским призывам Христа, то, конечно, мы находимся в глубокой тьме невежества и нежелания следовать за Христом. Блаженны, счастливы те, кто слышит Слово Божие, а мы его имеем возможность слышать регулярно. Мы никакой цены не платим, кроме того, что раньше встаем, может быть. Но никакой цены мы не платим, потому что сегодня социум безразличен, по большому счету, в Церкви Христовой, к ее делам. И это большое благо для нас, это большое благо и возможность для христиан воспринять в богатстве дары Христовой для того, чтобы послужить миру, послужить Богу и явить правду Божию в этом мире. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не были лишь теми потребителями приятных эмоций по поводу нашего хождения в Церкви. Я молилась, ну, женщины, это большинство нашей Церкви. Да, и вот эта психоэмоциональная природа женская, да, она более отзывчива. И в этом нет ничего нового, потому что мы можем вспомнить Джон Мироносец. Но мы не можем, дорогие сестры, оставаться вот в этом спектре, да, вот такой, очень ограничивать себя тем, что вот я прочла книгу, умилилась, прослезилась, это духовное переживание. Или я помолилась, поставила свечу, или помолился, поставила свечу, и это вот подлинная духовная жизнь. Нет, нет. Наша подлинная духовная жизнь выражается в очень четких критериях, о которых говорит нам наш Спаситель и Бог. Поскольку вы сделали или не сделали это одному из из малых сих, то есть ближнему с вами, то вы мне либо сделали, либо не сделали. Вот очень важно этот критерий не выпускать из своего ума и своего сердца, чтобы не быть среди тех, кого Господь отвергнет и поставит Ашуи слева и скажет, я не знаю вас, кто вы такие, я не знаю, хотя и именем Божиим мы и бесов изгоняли, и недужных исцеляли, и молитвы провозглашали от имени Бога, и Его волю объявляли другим людям. Но Слово Божие не исполнили. Вот несчастье человека, оказавшимся отвергнутым Богом, это несчастье не самой отвергнутости, что Бог здесь производит какое-то действие, да, отвергая человека, а потому что человек выстроил себе, а, ложность образа Божия, то есть фактически выстроил идола, который был бы удобен, и б, он поклонялся ему, и поэтому Слово Божие надо слышать, слышать, вслушиваться, а Слово Божие – это Евангелие, и исполнять его. Вот, вот простой, ясный, но почему-то очень тесный путь, путь, не востребованный большинством людей, и в этом нет никакого секрета, никакой неожиданности, потому что Господь об этом и предупреждает, что путь широк и пространен ведущих погибель, и узок и тесен ведущих жизнь, и немногие идут ими. Но надо идти. Я желаю всем нам, братья и сестры, и несмотря на эту возможность уникальную, вот говорить, обращаясь к вам, не слышать ничего от вас в свой адрес, я вас, я себя не исключаю из тех, к кому я обращаюсь с пастромским словом. От них же первое есть масса – это Слово я обращаю к себе, напоминая о том, что узок путь и тесен, потому что счастливы и достигнут Царствия те, кто слышит Слово Божие и его исполняет. Божья Матерь услышала Слово Божие от Архангела Гавриила, приняла его со смирением и блаженно во веки. Да, честнейшая Херунь и славнейшая, без сравнения с Раимом. С праздником. Аминь. Благословение Господне на вас, так и благоящий человеколюбие, всегда на ней и притисны во веки.